приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш действующее правительство сша уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну заявил кандидат в президенты страны от республиканской партии дональд трамп выступая на предвыборном митинге в калифорнии я в общем-то переживаю по поводу следующих трех месяцев через три с половиной четыре месяца мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей которые у нас есть предупредил политик он также пообещал случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт европе а также остановить хаос на ближнем востоке трамп ранее заявлял что его соперница камала харрис не может предотвратить третью мировую войну по словам республиканцев случае победы вашингтону грозит военный конфликт с россией а тем временем в германии признали неудобную правду о том что западные санкции не смогли разрушить экономику россии россии удалось добиться экономического роста несмотря на огромное санкционное давление об этом рассказал немецкий эксперт александр либман в интервью немецкому изданию focus онлайн по мнению эксперта что россия адаптировалась к санкциям лучше чем многие ожидали москве удалось эффективно справиться с последствиями санкции несмотря на эффекты которые от них ожидали страны запада том числе дестабилизация финансовой системы нарушение международных цепочек поставок и снижение доходов от продажи природных ресурсов эффекта номер один удалось быстро избежать благодаря решительной политики российского центробанка который стабилизировал финансовую систему и подготовился к возможным западным санкциям несколькими годами ранее разрыва цепочек поставок также не произошло отчасти потому что глобальный юг и китай не поддерживают санкции а отчасти из-за невероятной креативности российские компании которые делают все возможное для выстраивания новых цепочек поставок россия является настолько крупным поставщиком сырья что полностью исключить ее из мирового трафика невозможно объяснил эксперт отвечая на вопрос о причинах экономической стабильности россии аналитик признал что страна проводит эффективную экономическую политику в текущей ситуации и инвестирует большие деньги в производство инфраструктуру отвергнув при этом тезис о том что это стало возможным только благодаря введению военной экономики прошлом году в москве было построено больше станции метро чем когда-либо за долгое время это не военная экономика ответил эксперт в июле деловая газета хандес блэд выпустила материал в котором указала на нереалистичность ожиданий относительно эффективности санкций а также предлагала признать политику ограничений провальной в россии не раз заявляли что страна справится с санкционным давлением которое запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать москве отметили что западу не хватает мужества признать провал санкции против россии самих западных странах не раз звучали мнение что антироссийские санкции неэффективны на этом фоне неожиданно взбунтовались против запада и соседи россии президент киргизии садыр жапаров заявил что страны запада не должны ничего указывать партнером москвы когда речь идет о сотрудничестве с россией соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста павла зарубина это конечно неправильно почему потому когда я езжу по европе они говорят одно а делают другое если европейские страны которые входят в нато или евросоюз они же сотрудничают с россией а нам они не должны так говорить указывать или просить чтобы мы не сотрудничали с россией или снг снг это члены бывшего ссср а мы наоборот должны со всеми сотрудничать сказал он однако армения несмотря на все это продолжает рваться в нато фанатичное желание любой ценой запрыгнуть в самый последний момент на этот обреченный титаник просто невозможно понять официальные лица в ереване уже прямо говорят что мечтают прислуживать нато сейчас обо всем расскажем а пока тюменская компания кейс гуру представила линейку умных смарт-часов которые заменяют телефон в смарт-часах кейс гуру есть гарнитура можно разговаривать прямо с них а еще набирать номер и читать сообщения часы кейс гуру совместимы с разными системами android ios и windows за секунды синхронизируется со смартфоном в отличие от apple watch совместимых только с apple часы кейс гуру работают без зарядки до десяти суток пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня но тюмен часы стоят в 10 раз меньше ремни часов кейс гуру из гипоаллергенового силикона не раздражают и не натирают запястье другие бренды либо экономят на материалах либо дерут за это огромные суммы смарт-часы сиджи watch force могут попасть в книгу рекордов гиннеса в них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия личный тренер на руке дисплей тюменских спортов 46 миллиметров на 10 процентов больше чем у флагманской модели apple которая 8 раз дороже у часов сиджи watch classic разрешение дисплея как у флагмана apple потому что экраны заказывают на одном заводе стоит в разы меньше американцев сканируй qr-код или переходи в описании там ссылка на умные часы сиджи watch по разумной цене промокод m2408 на скидку до 500 рублей а мы продолжаем армения рвется в нато бешенными темпами готова сдавать ради этого территории и суверенитет сколько угодно уж такого удобного человека поставили во главе этой страны что он готов там сдать абсолютно все ради пресловутых семинаров по демократии и похлопывание по плечу не помогает даже тот факт что никому за последние 30 лет не принесло добра сближение с евросоюзом и нато не единой стране но армения как это чаще всего и бывает свято уверена что это у других стран вот так а она будет особенно и у нее все выйдет хорошо как она хорошо выходит можно уже без труда увидеть но чиновников пашиняна это не останавливает они тащат свою страну в нато чтобы срочно организовать тот самый второй фронт который не получилось организовать в грузии азербайджанские информационные ресурсы с тревогой констатирует стремительное сближение некогда пророссийской армении североатлантическим альянсом сообщается что штаб-квартиру нато в брюсселе посетил секретарь армянского совбеза армен григорян согласно новой информации получены из дипломатических источников на встрече 30 сентября григорян озвучил готовность армении стать новым южным флангом нато он подчеркнул намерение способствовать строительству авиабаз в армении и размещению частей противоракетной обороны эти базы по словам григорян а будут готовы принимать военнослужащих сил быстрого развертывания нато включающих сухопутные воздушные и специальные подразделения кроме того планируется создать на территории армении тренировочные центры для горно-стрелковых войск который будет служить прикрытием для присутствия на постоянной основе военнослужащих нато на территории армении сообщает азербайджанский информационный портал caliber.с интересно в таких условиях понимать одно она долго ли хватит усилий россии по сдерживанию ирана который давно уже задумывается о том чтобы радикальным образом решить проблему проникновения нато в свое мягкое подбрыжье потому что уверение москвы что ириван может взяться за голову и перестать провоцировать всех своих соседей без исключения чем дальше тем больше напоминают прекрасные мечты отнюдь не реальность конце концов мы живем в россии беспокоимся о своих национальных интересах но когда читаешь о системах его а также силы быстрого реагирования включая авиационную компоненту и в общем военных баз нато на постоянной основе то ничуть не меньше волнуются и все остальные соседи страны включая грузию которую западу теперь возникли свои собственные счеты очевидно что пашинян буквально тащит свою страну в такое пожарище которому она едва ли готова уже ясно что сша будет по полной программе использовать этот новый плацдарм особенно учитывая обострившуюся ситуацию с ираном а вот как отреагирует иран и все прочие соседи об этом ереване похоже не подумали а тем временем рпц предупредила об опасности квадробринга квадробринг это не детская игра опасная субкультура оказывающие негативное влияние на детей и способствующие принятию антиценностей утверждают в рпц квадробринг стал предметом беспокойства русской православной церкви из-за его влияния на детей ирий федор лукьянов председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи отметил что это не просто игра а субкультура находящаяся в контексте лгбт-идеологии признанные в россии экстремистской лукьянов подчеркнул что квадробринг представляет собой социальную технологию готовящую детей к принятию новых гендерных идентичностей по мнению священника западное лгбт-сообщества стремятся воздействовать на молодежь через подобные субкультуры как фури и тирианы эти субкультуры популяризируют идею поиска звериной сущности в человеке квадроберы отметил лукьянов становится своеобразной подготовительной группой где дети начинают принимать альтернативные гендерные идентичности он также указал на опасность фури сообществ особенно в сша и европе где они стали прихожей к более опасным сообществом лукьянов привел пример ареста организаторов фури вечеринок москве что демонстрирует насколько опасными могут быть подобные группы лукьянов обращает внимание на процесс вовлечения когда детям сначала предлагают положительной активности но постепенно формирует у них ощущение на идентичности в результате дети могут начать чувствовать себя частью лгбт комьюнити что ведет к сбоям в процессе формирования их личности священник считает что за фразой квадробринг следуют другие шаги когда взрослые наставники начинают развращать детей по его словам это ведет к созданию замкнутой среды противопоставленной традиционным ценностям и семье а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша а и